Вот эта песенка, которой хочется завершить нашу сегодняшнюю тему, она такая специальная песня. Она задумывалась как настоящая народная песня. Почему народная? Потому что, мне кажется, это общечеловеческая тема, которая в ней поднята. Это тема того, вот человеку хочется в минуты того, когда он пригорюнился, услышать какую-нибудь соответственную песню. Немного таких песен есть в мире. Одна из них в эту ночь в поле с конем. Но выпивающему интеллигентному человеку очень трудно представить себе, что он пригорюнился под такую песню. Поэтому ему в минуту душевной печали совершенно необходимо услышать что-то другое. Тоже как бы народное, но без коня. И он начинает думать о котике. Ведь котик всегда друг выпивающего интеллигентного человека. И даже если у него нету собственного котика, он может пойти в гости к другому выпивающему интеллигентному человеку и там погладить котика и посмотреть котику в лицо. И от этого немедленно становится легче. Так родилась эта песня. Инспирирована она была любовью к котикам. Не любовью к выду ночью в поле с конем. И к песне группы The Cue Boys Don't Cry. Эта песня имеет такую народную структуру. В ней две последние строчки каждого куплета повторяются. Как вы считаете, зачем? Обычно это делается в народных песнях. Ну, какие есть варианты? Совершенно верно, дорогие друзья. Не поорали. Поорали — это можно про коня вот поорать. А эту песню надо задушевно подпевать хором, пригорюнившись. Это значит, подперев лицо рукой и немного выпив. Грусть моя невыносима, боль моя темным темна. Дайте литр керосина, осушу до дна, брошу спичку, спичка вспыхнет. Весело светло, а потом огонь утихнет, лопнет тонкое стекло. Не грустите, не грустите, в сердце память не храня. Скороните, 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 хоть в предсердии меня. Жалко себя, жалко себя, жалко себя, жалко. Ходит котик улыбается, котики не плачут. Ходит котик улыбается, котики не плачут. Ходит котик улыбается, котики не плачут. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ